Сегодня высший специализированный суд поставил точку в деле о клевете на нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского. Напомню, парламентарий обвинил своих коллег Дмитрия Добродомова и Сергея Соболева в распространении неправдивой информации. Они утверждали, что нардеп прибрал к рукам и продал нефтепродукты, принадлежащие младоолигарху Курченко. И вот Фемида решила, что клеветы в этом нет? Решение суда прокомментировал нам Дмитрий Добродомов. Он считает, что теперь Пашинский должен сложить мандат. Схема расхищения топлива такова. Летом 2014-го, после бегства Курченко, конфискованные нефтепродукты должны были передать в АТО. Но вместо этого их отправили госкомпании «Укртранснефтепродукт». В тот же вечер топливо вывезли неизвестные в масках. Установлено, что действовали они в интересах группы компаний «Фактор». Ее владелица Сергей Тищенко – давний бизнес-партнер бывшего менеджера того же «Укртранснефтепродукта» Андрея Байчука, связанного в свою очередь с Пашинским. А в мае 2015-го года в СМИ появилась информация, что СБУ подготовила президенту догладную записку о рынке нефтепродуктов. И в ней говорится, что Тищенко и Пашинский при поддержке министра Авакова и его бывшего зама Сокала отработали схему присвоения топлива Сергея Курченко. Продолжение следует...